Сотвероклассники, меня зовут Оксана Владимировна, и у нас урок математики. Сегодня тема нашего урока – нахождение нескольких долей целого. Тема достаточно непростая, поэтому будьте внимательны, мы начинаем. Сегодня на уроке мы узнаем, что такое доля целого, а также научимся находить несколько долей целого. Нам нужно начертить с вами отрезок, равный 8 см. Вы можете взять линейку, ручку или карандаш и выполнять вместе со мной. Итак, отрезок, равный 8 см. Разделить его нужно на 4 части. Как мы будем это делать? Сначала мы разделим его пополам, а затем каждую часть также разделим пополам. И у нас получится 4 равные части. Вот одна часть этого отрезка называется 1 четвертая доля. Почему четвертая? Потому что мы разделили весь отрезок на 4 части. Почему 1 четвертая? Потому что мы взяли одну такую часть. Как найти, чему равна длина 1 четвертой доли? Для этого нужно 8 разделить на 4, и будет 2 см. Значит, 1 четвертая доля отрезка длиной 8 см равная 2 см. Как же узнать, чему равны 3 четвертые доли от этого отрезка? Для этого нужно взять 3 таких доли. И они будут называться 3 четвертых доли. Почему четвертых? Потому что отрезок продолжает быть деленным на 4 части. Но взяли мы теперь 3 таких части. Поэтому называется эта часть отрезка 3 четвертых доли. Как найти, чему будет равна длина 3 четвертых этого отрезка? Для этого мы 8 делим на 4 равные части, 4 доли. И так как мы берем 3 таких доли, то затем умножаем на 3. И записываем 8 разделить на 4 и умножить на 3. 8 разделить на 4 будет 2 см. Это действие мы уже выполняли, находили, чему равна 1 четвертая доля. А затем умножаем на 3, потому что взяли 3 таких доли. И получаем 6 см. Итак, 3 четвертых доли данного отрезка равны 6 см. Ну, а теперь мы должны с вами выделить то основное, что мы должны делать при нахождении нескольких долей целого. Чтобы найти несколько долей целого, надо разделить целое на количество долей и умножить на столько, сколько долей ты берешь. Например, нужно найти 2 пятых доли от числа 20. Что это значит? Значит, число 20 нужно разделить на сколько равных долей? На 5. А затем на сколько нужно умножить? На 2, так как мы берем 2 таких доли. 20 разделить на 5 будет 4, и 4 умножить на 2 равно 8. Значит, 2 пятых доли от числа 20 равно 8. Ну, а теперь давай тренироваться находить несколько долей от целого. Перед нами два отрезка. Работаем с первым. Какую часть отрезка АВ составляет отрезок СД на чертеже 1? Итак, отрезок – это целое. На сколько частей его разделили? Давай посчитаем. 1, 2, 3. На 3 части сколько частей взяли? Сколько частей закрашено? Одна часть закрашена голубым цветом. В данном случае говорят 1 третья часть. Смотрим на второй отрезок. На сколько частей разделили его? Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 частей. Сколько частей закрасили красным цветом? Считаем. 1, 2, 3, 4. В данном случае, говоря, что взяли 4 шестых доли или 4 шестых части. Давай тренироваться находить доли от целого. Для школы купили 5 мотков электрического провода по 56 метров в каждом. Израсходовали 2 седьмых части всего провода. Сколько метров провода осталось? Ну что ж, давай с тобой рассуждать. Что нам известно в задаче? Нам известно, что купили провод. Сколько провода купили? 5 мотков по 56 метров каждый. Дальше этот провод расходуют. И израсходовали 2 седьмые части. Обратите внимание, в скобочках я записала 2 седьмые доли в виде числа и дроби. 2 седьмые части израсходовали. Нужно узнать, сколько осталось. Для того, чтобы узнать, сколько осталось, мы должны сначала знать, что. Какие необходимы нам величины? Нам нужно знать, сколько было. Ведь мы знаем, что были отдельно 5 мотков по 56 метров. А сколько всего метров мы не знаем. То есть целое. И дальше мы будем находить от этого целого 2 седьмые части. Итак, первое действие. Находим, сколько метров провода было всего. 56 умножаем на 5. Как мы это делаем? 50 умножаем на 5, получаем 250. И 6 умножаем на 5, получаем 30. Всего 280 метров было электрического провода. Теперь от этого числа, от 280, нужно найти 2 седьмых. Что это значит? Это значит, что нужно целое, то есть 280, разделить на 7 равных частей, а затем взять 2 такие части, то есть умножить на 2. И мы записываем решение нахождения 2 седьмых. 280 разделить на 7 и умножить на 2. 280 делим на 7, получаем 40. И 40 умножить на 2 будет 80 метров. Значит, 2 седьмых части от числа 280 составляют 80 метров. Теперь мы знаем, сколько было, сколько израсходовали. Мы можем узнать, сколько осталось. Для этого из 280 нужно вычесть 80. Получаем 200 метров осталось. Задача решена, можно записывать ответ. Осталось 200 метров провода. Движемся дальше. 2 третьих огорода прямоугольной формы длиной 18 метров и шириной 7 метров заняты огурцами. Какую площадь занимают огурцы? Ну что ж, что же нам известно? Известно, что дан огород прямоугольной формы с какими размерами? 18 метров и 7 метров. Это данные. От этого огорода 2 третьих засаживают огурцами. Мы должны показать, то есть на сколько частей нужно разделить весь огород? На 3 равные части. А дальше мы берем сколько таких частей? Мы берем 2 части и засаживаем огурцами. Ну что ж, теперь нам нужно узнать, сколько составляет площадь данных 2 третьей части. Но прежде чем находить 2 третьих, мы должны узнать площадь всего огорода. Это мы можем сделать. Как находится площадь прямоугольника? Для этого надо длину умножить на ширину. 18 умножить на 7 получится 126. Как мы умножали 18 на 7? 10 на 7 будет 70. 8 на 7 – 56. 70 и 56 будет 126 квадратных метров. Это площадь всего огорода. Теперь это число делим на 3 равные части. И берем 2 таких частей, то есть умножаем на 2. 126 разделить на 3. 120 разделить на 3 будет 40. 6 разделить на 3 будет 2. 40 до 2 – 42. Это одна часть. Но нам надо узнать, сколько составляют 2 таких части. Поэтому мы 42 умножаем на 2 и получаем 84 квадратных метра занимают огурцы. Ответ получен. Можно записать ответ. 84 квадратных метра занимают огурцы. Следующая задача. Мы опять прибегаем к линейке и карандашу. Нам нужно начертить отрезок. Длина 1 пятой части, которого составляет 1 см 4 мм. А вот здесь задача обратная. То мы находили с тобой длину или величину определенных частей. А здесь нам нужно по заданному значению части найти целое. Итак, 1 пятая составляет 1 см 4 мм. Мы помним, что удобнее всегда работать с величинами, которые выражены в определенных единицах. Здесь у нас сантиметры и миллиметры. Давай выразим. 1 см 4 мм – это 14 мм. 14 мм составляет 1 пятая часть данного отрезка. Сколько раз нужно взять по 14 мм, чтобы получить целое? Нужно взять 5 раз. Поэтому 14 мм умножаем на 5 и получаем 70 мм. 70 мм – это 7 см. Нам нужно начертить отрезок длиной 7 см. Так мы нашли с тобой целое по заданной части. Ну и последняя, достаточно непростая задача. Давай поразмышляем. У нас несколько мнений, а мы должны определиться, кто прав, а кто не прав. А может быть, предложить свой вариант ответа. Выбери верный ответ. Коля говорит, что на рисунке закрашена половина квадрата. А Миша говорит, что закрашено 3 шестых квадрата. Кто из них прав? Итак, перед нами квадрат. Он разделен на части. Желтым цветом закрашена какая-то часть. Какая же часть закрашена? Давай обсудим мнение Миши. Миша говорит, что закрашено 3 шестых квадрата. Смотрим. Полосками квадрат разделен на сколько частей? На 6. И взято таких 3. Значит, Миша оказывается прав. Но давай обсудим мнение Коли. Коля говорит, что закрашена половина квадрата. Предположим, уберем те части, которые проведены в квадрате, и оставим только одну границу желтого цвета. Как ты думаешь, на сколько частей эта граница делит квадрат? Как раз на две равные части. Здесь можно сказать, что взята половина квадрата. Или одна вторая часть. Поэтому правильный ответ третий. Правы оба мальчика. То есть 3 шестых – это по-другому половина. Ну что ж, дорогой четвероклассник, сегодня мы учились с тобой находить несколько долей от целого, а также находить целое по значению доли. Мы работали с тобой на страницах учебника Маро, Волкова, Степанова, математика, четвертый класс, первая часть. Страница 64-65. Ты здесь можешь найти еще задания на нахождение нескольких долей от целого. Я желаю тебе успехов. До свидания. Продолжение следует...